Приветища! Это Зельда Слез Королевства и наш свинистый Линк. Мы продолжаем прохождение и сейчас находимся в Горнграде, где все объедаются филе де гранит. То есть вот эти куски здоровенных гранитных мясистых рулик. О, прикольно, я даже не обращал внимания, что тут лица чьи-то. В общем, это филе де гранит сводит с ума всех горнов, а юнопка, это вот новый лидер деревни, поставляет это филе. И вот мы сейчас пойдем к нему и разберемся, что за дела, нафига он это все дело поставляет. И что за дела он имеет с какой-то белой блондинкой, похожей на Зельду. А ты че наверх смотришь, что ты там увидел? Нужно что-то придумать. Че придумать, че там наверху? Летающие островки? И что? Вот бы сдвинуть вагонетку. Ну пока там околачивается охранник и думать нечего. Работа совсем не движется. Поверить не могу, что президент юнопка всех так пристрастил к этим странным камням. А, то есть там охранник, а ты хочешь вот эту вагонетку старить, да? Я щас пойду с охранником поговорю. Может, че порешаю? И будет тебе вагонетка, шахтер. А, он тут филе де гранит точит. Так это бесполезно, смотри, у него глаза все, он за шарики, точнее ролики за шарики закатились. На депо вагонеток нависла какая-то странная дымка. Но так вроде все в порядке. Да у тебя в глазах дымка, ты видел их вообще? На Догорой Смерти тоже какая-то дымка. Но в остальном там тоже все спокойно. Думаю, в конторе юнопка ничего, ничего угрожает. Ну да. О, тут, кстати, минуточку. Надо пойти открыть. Надо открыть святилище. Действительно, пока ты жрешь это филе де гранит, в конторе юнопка точно ничего не угрожает, потому что ты наглухо слеп. Телепортнуться теперь сюда сможем. И сейчас ради интереса попробую стырить вагонетку. Посмотрим. Он что-нибудь нам скажет или нет? Опа. Да ему вообще пофиг. Вот тебе вагонетка, держи. Че ты? А вон чувак сидит. А ты че сидишь, тоже вагонетку ждешь? Здорово. Хе-хей, как дела? Тоже хочешь в юнопку устроиться? Ну, тогда... Тебе вон туда, в контору юнопка. Расскажи им, зачем пришел, и тебе устроится беседование. Ну, я б на твоем месте приятелю носил отсюда ноги, пока не поздно. До катаклизма все шло хорошо. Но теперь с юнопка, а точнее с президентом юноба, дело не ладно. И кто его дернул, связаться с этим филе де гранит? В общем, филе де гранит здесь все испортило. В общем, вагонетку я конфискую. Ставлю сюда. И еду в контору решать вопрос. Я сейчас все порешаю, ребята, не переживайте. Все будет чики-поки. Ну, или как минимум я еще хуже сделаю. Хе-хе. Юнопка разозлю, и все, и хана. А еще мне дико хочется узнать, о чем мы не едем. Ой, 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 стой. Стой, стой, стой. У меня заднее колесо, короче, все, хана. О, там есть квестик. Сейчас квест пойдем. Посмотрим. Еще мне дико интересно, про кого говорила фея, про какую зельду говорила фея. И про какую зельду здесь говорят. То есть где-то фейковая зельда есть. Которая ходит и смуту наводит. Мои уши узнавали, что доколесовать до края рельсов можно на фагонетке. Ты как-то странно разговариваешь. Уши узнавали доколесовать. Но она никак не колесует. А гарнди это там, как не мозгуй. Что за гарнди? Гарнди это место, где давно старинные горны сживали. Я ухал, что там чудесно сокровища спрятано. А их-то технологии были уж тогда мозговитее, чем наши сейчас. Нагуют слухи, что передвигались они на чудоватых катакалках. Я был уже решивши поколесовать туда и на вагонетке. Но сдвинуть-то ее никакого. Только за того, это секрет. Ага, древний город Гарандия. Я тебе помогу. Давай я свою вагонетку уберу, а твою поставлю. Так тебе нормально будет? Вот. Вот сюда. Во! Я учуваю Гарандия на краю этих рельсов. Там монстры, нагадать туда не получится. Как же мне толковать эту вагонетку? Попробуй теперь. Ммм, когда ты смоговал. И как ты узнал, что я уже употевался ее двигать? Ну ладно, я спасен. Ну все, разговор больше не будем толковать. Так, он сел сюда. И... Давай-ка мы его чуть-чуть передвинем. Я просто тоже хочу поехать, но на своей вагонетке. Толкать мне его нечем, потому что у нас тут один пропеллер. Так что... Это сюда. Ну, все, вроде бы поехали. Летсь гоу. Но пока мы едем, я могу тебе поведать о... Lost Ark. Красочные и опасные миры, кишащие монстрами, боссами, а также интересными событиями. А благодаря ежемесячным обновлениям игра не наскучит. Например, в июне добавили новый класс Валькирия. Это могучая воительница, которая наносит мощный урон за 10 секунд из всех существующих классов Lost Ark. И не переживай о прокачке, ведь разработчики позаботились. Новое событие о красе Экспресс позволит как можно скорее прокачать своего нового персонажа и оценить новый контент как можно скорее. Но не забывай и про отдых. Ведь сейчас же лето, а в Lost Ark запустили как раз летний ивент. Поэтому не забудь, как следует оторваться на курорте Акрасии, приняв участие в фестивале Махараки. Там ты сможешь получить много приятных подарков, поучаствовать в шустрых бегах и просто кайфануть от лета. Поэтому переходи по ссылочке в описании, получай подарки и начинай играть абсолютно бесплатно. Приехали! Контора Юнопка. Ух! Глазина пою контору Юнопко. Значит, я доколесовал. Раз перебрался я туда, куда нагал пора и гарандию исковать. Хм-м-м. Эй, дядька, ты еще чего-то мозгуешь? М-м-м, чуть не оболтанул, что гарандию исковаю. Хе-хе. А так ты же ведь подарочек, наверное, ждешь. Это я не смозговал. Энерг-занар. Хе-хе-хе. Вот, за руку сокровища и стану богатикой, богатым очень. А стану богататватым и дам тебе работу. Язык сломаешь, пока прочитаешь, все, он там болтает. Древний город Гарандай выполнено заданием. Все, пойдем теперь к Юнопко. А, гляди-ка, тут охрана. Детвора охраняет Юнопко. Серьезно? Привет, ребят. А, так это те же ребята, которых мы видели у дедули. А, мы уж виделись. Ты знаешь президента Юноба? Президент Юноба ведет переговоры со светловолосой тетенькой по поводу филе де гранит. Сюда нельзя входить. Но я... Мне нравится эта тетенька. Даже не знаю почему. Странно-то себя ведут все из-за филе де гранит, а не из-за нее. Ну да. И президент Юноба сказал, что он от нее получил эту странную маску. Президент Юноба был такой добрый, но как только стал носить эту странную маску, он изменился. Ты ведь друг президента Юноба. Юнобка была основана для того, чтобы помогать жителям этого региона. А теперь они из-за нее страдают. Если мы тебя пропустим, ты сможешь убедить президента Юноба остановить добычу филе де гранит? Но я попытаюсь. Слерга, ты слышал? Да. Президент Юноба снова станет приятным, как раньше. Ах да. Там внутри очень жарко. В таком виде тебе там будет опасно. Если у тебя нет огнеупорного снаряжения, то зайди в контору. А в контору не помешало бы зайти на самом деле и купить огнеупорный костюк? Но контора же находится внутри, правильно? Поэтому я сейчас тут посмотрю. Ой, ой, ой. Очень горячо. Пойдем вот сюда зайдем. Может тут что продают для шахтеров? О, точно, вот и костюмчик. Вот и костюмчик. Сколько он стоит? 700 рупий, а у меня 750. Ну в принципе... В принципе, давай его купим. Он мне сейчас пригодится. Ой, ты же... Гляжу, тебе наши пожарные доспехи заинтересовали. Ты, наверное, по поводу работы пришел? Ну, типа да. О, это хорошо. Ты вовремя появился. Нам как раз не хватает персонала. Молодые горны пристрастились к филе до гранит. Объедаются до отвала, а потом работать не хотят. Президент Юноба должен как-то с этим разобраться. Думаю, президент Юноба сейчас на складе Юнобка, напротив главного офиса, обговаривает условия сделки. Я продаю кое-что. Президент Юнобка, филе до гранит. Короче, я продаю кое-что. Один алмаз продадим и получим 500 рупий. Все, 500 рупий в кармане. Хоть на поверхности складывается впечатление, что все в порядке, в пещерах лава еще не остыла. Если ты войдешь туда в обычной одежде, то сразу же сгоришь дотла. У меня есть только пожарные доспехи, но они вполне смогут защитить тебя от жары. Когда пойдешь в пещеры, не забудь надеть огнеупорную одежду. Я могу купить ненужные тебе предметы, так что можешь заходить, когда будешь на миле. Но я, в принципе, уже тебе все продал, и вот огнеупорный я все-таки куплю. С тебя 700 рупий. Держи. Доспех есть и очень хорошо. Так, детвора, я костюмчик купил, так что вполне могу теперь зайти. О, шикарно. Проверяем. Вроде бы костюм выдерживает. Главное, ничего деревянное не брать в руки, а то сгорит. Президент Йеноба, хватит уже. Пожалуйста, снимите эту странную маску и станьте нашим прежним милым президентом Йеноба. Вы, ребята... Да, это не Зельда, сто процентов. Смотри на маску его. Ох, елки. Принцесса Зельда права. Филе до гранит делает всех счастливыми. Что, мне с тобой драться придется? Ох, елки. Так, надо уворачиваться от него. Бежим, 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 бежим. Хорошо. Теперь бьем. По маске ему нормально так вдарил. Ох, треснулась. Убегаем, убегаем, убегаем. Он сейчас опять, наверное, подпрыгнет ко мне. Свернется ежиком и полетит. Ага. Набирает скорость. У-у-у, нормально. Вот это я даже не успел. Подбегаем и бьем по маске. Тихо, 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 уходим, уходим, блин. Да ё-моё, чё ж так медленно-то? Нафига ты его лупил? Надо что-нибудь сожрать. А у меня сожрать-то ничего и нету. Придется золотое яблоко жрать. Уходим, уходим, блин. Опа. Хорошо. Куда он упал? Ударился. Бегу, 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 бегу. Ещё треснуло. Отлично. Как бы чара на красную тряпку. У меня как раз костюм-то красный. Ты будешь что-то делать, нет? Набрал скорость, а я не успел. Ну чё? Уходим, блин. Да это бесполезно. Когда линк начинает кого-то колбасить, ты не вернёшься сто процентов. Да ё-моё. Он так и не ударился ни обо что. Какое-то избиение линка происходит сейчас. Не очень круто. Мимо? Ты там как? О! Всё, кажется, маску сломал я. Что здесь происходит? Слерга? Офрак? Что тут произошло? Помню только, как надел маску, которую мне дала принцесса Зельда, и после этого... Ничего. Нужно всё узнать у принцессы Зельды. А куда подевалась принцесса Зельда? Принцесса Зельда! Все живы? Никто не пострадал. Что это такое? Мне что-то послышалось. Ладно, это не важно. Принцесса Зельда снаружи. Это светловолосая тётенька. Принцесса Зельда? Надо бы расспросить её про эту странную маску. И филе де гранит. Нужно скорее выбираться отсюда, если мы хотим догнать её. Эти красные камни, которые закрыли проход, можно пробить только моими усиленными ударами. Но во время усиленного удара я ничего не вижу. Линк, будь моими глазами и направляй меня. Способность Юноба повелевать огнём. Когда вокруг Юноба появляется аура, вы можете указать ему направление, и он пылающим шаром покатится туда, крушав всё на своём пути. Хо! Хо-хо-хо! Новая сила. Так. Ну давай попробуем. Заряжай! А, я его прямо на руках держу. А он крутится у меня в руках, что ли, Лиша? Ладно. Полетели. Надо бы ещё пробить. Давай, сворачивайся в клубочек. Погнали. Е-е-е, проход пробит. Путь свободен. Скорее, надо догнать принцессу Зельду. Эй, колобки, меня подождите, я-то так не умею. Принцесса Зельда? Что такое? Где же она? Хм. Что это за красный туман на горе смерти? А вы не помните президента Юноба? Вы же сами предупреждали нас о том, что красный туман очень опасен. Он появился, когда случился катаклизм, и замок Хайрул взлетел в небо. Земля страшно содрогалась, и вы испугались, что на горе смерти снова начнётся извержение. И пошли проверять. Да. И когда вернулись обратно, на вас была эта маска. А-а-а! Я вспомнил! Точно! Я увидел принцессу Зельду у кратера горы смерти. Она говорила со мной и велела надеть эту маску. Так получается, что принцесса Зельда живёт на горе смерти? Ну, здесь её точно нет. Но если мы пойдём на гору смерти, то может... Ага. Слерга, Офрак, пойду искать Зельду. Вас я не могу взять с собой, но... Обещаю, я попрошу её сделать так, чтобы все снова стали как прежде. Доверьтесь мне и ждите нас в городе. Линк, пожалуйста, пойдём со мной на гору смерти искать принцессу Зельду. Да я как бы только за. Пойдём. Подниматься мы туда будем, по всей видимости, на вагонятках. Я вижу, туда рельсы поднимаются. Так что... Ты идёшь? Ты где там? У нас теперь банда, смотри. Тюлин с нами. По крайней мере, его инкарнация. И Юноба тоже с нами. А, блин, ты посмотри, тут рельсы у нас сломаны. Это во-первых. А во-вторых, вот эта, которая в гору идёт, она... Она откуда-то оттуда направляется. Так что пошли туда. Да. Пойдём-ка зайдём в пещеру её. Посмотрим, что она там скрывала. О-о-о, блин, эти чунгачкуки. Кверх тормашерные. Юноба, ну-ка, помоги мне. Разбей вот эту штуку. Опачки. А тут и руль. О, тут ещё и гидрант. А там лава была. Можно этим гидрантом её залить и перейти. Круто. Короче, забрал тачку. Поехали. Сейчас гидрант будет поливать, нам дорогу делать. А я по ней проеду. Чё-то немножечко как-то не так, но... Колёса вроде не плавятся. Давай так поедем. Прикольно, колёса жаростойкие. Ну, шикарно. Смотри-ка, сундучок. Пойдём-ка его откроем. Рога пламени. Атака огнём. Вау. Этот головной убор из аккумулирующих материалов древности использовался в ритуалах. В жару с его помощью можно атаковать пламенем. Ого. Так, так, так. Надеваем. И потом проверим. Смотри, как у меня рога раскалились. Офигеть. О-о-о, смотри. Огненный дракон. Я, короче, понял. В каждом биоме есть свой дракон. До этого я был на ледяном драконе, а здесь огненный. Блин, это я вернулся обратно к этому чуваку, который вагонетки охраняет? Ай, чё, и как мне тогда на гору попасть? Вон на тех вагонетках. По всей видимости. Так, сейчас я пропеллер захвачу. И мы поедем. Готово. Ну, понеслась. Вроде бы как... Вроде бы как, эта вагонетка должна увезти нас прямо наверх. Вроде бы как, эта вагонетка должна увезти нас. Время. Приехали. А там что? Смотри-ка. Там и параплан, там и тачка с рулем. Хм. Но мне-то на самый верх надо. Может, я сейчас с параплана крутую технику сделаю. Учитывая, что тут руль-то есть. Дай-ка я руль скоммунизу сейчас. Теперь берем параплан. Переворачиваем его. И сейчас я книзу сделаю вентиляторы тут. Ну и, конечно же, ракету. Чтобы она нас подняла на самый верх. Я надеюсь, что это получится. Рулевое управление. Без него никуда. Потребуется огромная, конечно, куча энергии. Ну, посмотрим. Понеслась. Блин, ракета отвалилась. Так, ну вроде бы как мы взлетаем, да? Мы движемся, но энергия тратится просто неимоверно. Я думаю, что нам вентиляторы нужно немножечко переделать. Поставить их вот так вот. Ну-ка. Теперь мы полетим. Во-во-во-во-во! Полетели! Полетели! Летим! Только батарейки садятся просто капец как. Надо бы зажевать вот этих вот штучек. Ну-ка. Э-э-э, а что мы падаем? В спокойствии. Все же нормально было. Батарейка садится в геймпаде. Что, мы поедем или нет? Или как? У меня там заряд вообще-то садится. Поехали! Вот так вот, летим! Ю-ху! Хорошо летим! Прямо наверх! Прямо сейчас на гору! Сидим еще одну большую штучку. Блин, вот эти большие штучки, зонары... Ай-яй-яй-яй! Почему, почему, почему? Управление, управление! Что случилось? Почему мы падаем? Почему мы потеряли управление? Короче, вот эти зонаровые штучки очень классные! Они дают на определенный срок неограниченную батарейку. Но проблема в том, что параплан там может сломаться. У него есть прочность. А мне желательно... Седаем еще зонаровую штучку. А мне желательно сильно вверх-то не поднимать нос. Иначе я свалюсь. Ну, я тебе хочу сказать, мы уже прилично высоко поднялись. И это очень хорошо. О, параплан ломается. Это не очень хорошо. Скоро он совсем окончательно сломается. А мы к горе тогда. Опля. Ну, слушай, неплохо. Мы приличненько так забрались сюда. Давай-ка мы выпьем зелье, которое ускоряет нас. Выпьем его. И зелье выносливости. Хотя нет, зелье выносливости чуть попозже. Вот, теперь ползем пошустрее. Ну вот, а теперь и зелье выносливости можно выпить. Е-е-е, залезли. Фух. По-хорошему мне бы теперь вон туда, к светилищу, чтобы телепорт открыть. Смотри-ка. Там бубкоблины стоят. Они охраняют рельсы. Эй, Чунгач Куки, я тут к вам в гости пришел. Сейчас мы с вами поиграем в прикольную игру. Удержись на платформе, называется. Стреляем прямо в голову. Эх, промахнулся. О, один не удержался. И другой не удержится. Мазишь! А я не мазю. Так. И мне бы вот теперь здесь бы поставить вагонеточку и наверх заехать. Да и все, и не мудрить. А, прикол весь в том, что у меня вагонетки нет. Да. Ситуация. Что, придется тогда вниз скатываться на своем щите. И там по-любому будут вагонетки. Поехали! Ю-ху! Так, а можно пошустрее? О, какой там лабиринтик прикольный. Мышке привет! Я горю. Хотя не должен гореть. Блин, мы так долго будем кататься. Опаньки. Прогиваем. А вот и вагонетки. Отлично. Привет, народ. Как ваш? Ничего? Готов. Я у тебя клейморчик заберу. Ха, а я его уже закрапливаю. Блин, у Юноба такая дубина. Если бы она прилетела свинине, то она бы сразу откинулась. Юноба, мне надо, чтобы ты разбил вот этот кусман. Наверное, вот так вот надо. О, отлично. Ставим вагонетку. Ну, все, как обычно. Я бы только еще сюда, знаешь, что? Добавил ускорение. Надеюсь, мы не вылетим с рельс нафиг. А если вылетим, то это будет не очень круто. Там как раз поворот. Поехали! Ого, ого, ого! Вот это нас несет! Ты видел, что было с колесами? Они, блин, приподнялись. Задние колеса как на дыбы. Ого, глаз с огненного окуса. Видимо, тюрин подобрал и крыло подобрал. Молодчик, тюрин. Давай вон того подобьем. Бах! Взбили. Эй, вернись обратно, ядро! Полетел нафиг вниз. Жареный форель получили. Щупальца, осьминога. Тюрин, ты крутой, спасибо. Так, мне надо, знаешь, что? Что-нибудь сожрать, а то здоровья нет. Вот так-то получше. Давай! Красавчик. Отличное ядро у меня теперь есть. С этим юнотка очень выгодно кататься. О, еще одна преграда. Сейчас разобьем. Смотри, а там вон что-то, что-то интересное такое. Вон, может я там даже был? А, я скорее всего там был. Мы спускались через эти кольца и я получил костюм аэродинамический. Точно. Точно, точно, точно. Давай, врубай. Давай сейчас вниз спустимся. Откроем святилище. Ну, а теперь только на своих двух наверх. О, Линк, погляди туда. И что там? Там ничего не было. Нам туда. Да я понимаю, я иду. Ого. Прикольно. А ты где там? Что-то как-то... Мне поболтать с тобой нужно, что ли? Ну, так давай поболтаем. Вроде это место. Когда я пришел на гору смерти, Зельда стояла здесь. Ну да, она отдала мне маску, и я ее надел. А потом... потом... Эх, гора. Ничего не помню. С этого момента вообще ничего. А вот и... Зельда! Зельда, я хочу поговорить с тобой! Там опасно! Подойди сюда, и мы... Лutto! того, как раз? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИЛЬМАСИЯ